Всем привет! Меня зовут Виталия Агусева, я инструктор док-центра Тольятти. Сегодня я расскажу вам про игрушки для собаки. Очень часто при воспитании собаки, особенно щенков, возникает вопрос, какие игрушки необходимо для него приобрести. Игрушки условно делятся на два типа. Игрушки от влекушки. От влекушки от чего? От наших любимых кроссовок, от носков детских, от всевозможных шнурков и опасных предметов в доме. Выглядят они подобным образом. Это сушеная лопатка, не кость, а хрящ. Жилка. Трахея. И колты. Собачка остается, когда дома одна, нам необходимо ее отвлечь, и мы отвлекаем ее подобными игрушками. В чем их плюс? Когда мы оставляем подобную игрушку, можно не волноваться, что у собаки застрянет какая-то часть в желудке и не переварится. То есть все это переваривается и выходит естественным путем. Также к этому типу игрушек относятся подобные вещи. Это такая загадка для собаки. Внутрь помещаются кусочки корма. Вот, между вот этими зубчиками. Собачка, когда остается дома, она может выгрызать их, и она занята очень важной работой. Она зарабатывает себе пищу. В чем минус подобных игрушек? Собачка может откусить вот этот вот зубчик, и он также может остаться у нее внутри. Поэтому вот эту игрушку, ее можно дать собаке, когда вы находитесь дома и хотите ее чем-то занять. Вот еще подобная же игрушка. Сюда внутрь помещается еда. Собачка ее грызет, перекатывает, и кусочки эти вываливаются. И собачка их съедает. Что ни в коем случае нельзя оставлять своей собаке, когда вы уходите, или даже когда вы дома. Подобные вещи. Это детская игрушка. Обычная мягкая детская игрушка представляет большую опасность для вашей собаки. Собака очень легко отгрызает все части, например, глаза, веревочки. Изнутри может она разгрызть шов и вытащить синтепон, который также останется внутри нее и не выйдет. Вот еще пример подобной игрушки, которую нельзя оставить. Это пищалка. То есть, когда мы оставляем эти вещи, собачки могут отгрызть, во-первых, вот эти пупырышки, которые здесь торчат, как и произошло с этой вещью. Вот, например. Или вытащить пищалку. Саму пищалку проглотить, и она точно так же может острять у нее внутри. Если вы хотите, чтобы ваша собака была занята, вы отдаете ей то, что переваривается. То, что не переваривается и может застрять у нее в желудке, вы не оставляете. Второй тип игрушек. Игрушки для контактной игры. Игрушки-потягушки. Выглядят они подобным образом. То есть, это может быть, например, мячик на веревке. Вот такой. В чем плюс мячика на веревке? Вот этот вот мяч, его очень сложно оживить. То есть, сам по себе мячик, он скучный. И если вот этим вот можно шевелить, и он становится живым, то этот шевелить нельзя. Вы его бросаете собаке, и не факт, что собака его вернет назад. Его можно обменять на еду, но собаке неинтересно с таким играть. Собаке с таким играть менее интересно. Вот такой вот мяч собака схватила. Его можно тянуть, оживлять в процессе игры, меняться на еду и заново отдавать своей собачке. Тоже такого же типа игрушка. Называется она пуллер. Собачка хватает с одной стороны, вы с другой перетягиваете, меняете, бросаете. И потом начинаете играть с ней в перетяжке. Такое же кольцо из другого материала. Резиновое, плотное. Тоже можно его бросить, и собачка поиграть, оживить его, перетяжке поиграть. Дальше, что у нас еще есть? Подобные вещи. Они называются канаты. Вот у нас есть двух видов канаты. Вот такая вот шишка. И вот такой вот длинный канат с несколькими узлами. Тоже, как видите, его немножко погрызли. Подобную вещь оставлять собачке своей ни в коем случае нельзя. То есть она относится к виду вот этих игрушек, которые застревают у собачки внутри. Если у вас есть дома вот такой канат, вы его берете с собой на улицу, где в контактной игре играете со своей собакой. Перетягиваете, отбираете. Самый лучший вид контактной игры для собаки, самый лучший вид игрушки для контактной игры с собакой, это подобные тряпочки. Это кожа. То есть можно придумать разные варианты. Вот здесь есть вот такой вот кусочек. Вот такой кусочек. Это бывшая перчатка для сварщиков. И вот специальная игрушка. То есть вот такой вот игрушкой вы можете играть с собакой в контактные игры. Собака тянет с одной стороны, вы с другой стороны. Можете перетягивать канат также. Собачка с одной стороны, вы с другой стороны. Ни в коем случае вот эти игрушки тоже не должны оставаться у собаки во свободном доступе. Они появляются только из ваших рук, и в ваших руках они исчезают. Давайте подведем итог. То есть какие игрушки мы можем оставить собаке? Мы можем оставить собачке подобные вещи, вкусняшки, игрушки, чтобы отвлечь собачку от ваших вещей. С этими игрушками мы играем только тогда, когда собака находится с нами. Когда мы играем в контактную игру с собакой. Вот эти вещи мы совершенно точно не оставляем своей собаке. Ни в коем случае. Ни в контактной игре они не должны появляться, ни как отвлечения. То есть в контактной игре собачка точно так же зацепилась, оторвала кусок, внутри синтепон она его проглотила, и вы даже не успеете заглянуть ей в пасть.